Ты говоришь, порту платят больше? Да, слушай, на самом деле, ящики перекладывать с морковкой, такая веселая задача, можно и поесть, и поработать. Где-то зимой морковку взял, так, все, в эфире. Здравствуйте! Доброго времени суток! Наконец-то мы можем объявить дату, когда состоится розыгрыш. Но для этого нам надо сначала озвучить условия участия в розыгрыше. Во-первых, вам нужно быть подписанными на канал Евроавто. Быть активным комментатором, а точнее оставлять комментарии в каждом эпизоде, касающемся проекта Капиталка. Далее администратор канала выгрузит всех подписчиков, кто выполнил условия, и мы разыграем легендарный гольф в прямом эфире. Состоится это? Записывайте. 24 марта в 13 часов по московскому времени. Еще раз, 24 марта, 13 часов по Москве, мы выйдем в прямой эфир на канале Евроавто. Здравствуйте! В комментариях было очень много вопросов по поводу электрической части нашего автомобиля. Электрическая работа – это такая достаточно неблагодарная, трудоемкая, отнимающая достаточно много-много-много времени. Мало того, что необходимо было нам соединить две проводки, несоединяемые, это от Сеата и Гольфа. Ну и к тому же, работа со схемами, необходимо было соединить именно те провода, которые должны быть, и убрать лишние. А лишние проводочки были все-таки. Потому как наш Гольфик был карбюраторный, а мы поставили моно-впрыск, ну, то есть инжектор. Соответственно, необходимо было карбюраторную проводку соединить с инжекторной. К тому же, у Сеата, у машин более позднего выпуска, и в том числе у Сеата, на блоке предохранителей совершенно другие разъемы. То есть они более современные, с плоскими пинами, а в данном конкретном случае с круглыми пинами старого образца проводка. Вот это все надо было соединить. Не просто пин вынул, пин вставил, а именно разобраться, где какой проводочек, подсоединить эти проводочки, сделать, заизолировать так, чтобы это долго и счастливо работало, чтобы будущего владельца не беспокоили никакие вот эти вот соединения, контакты и так далее, и так далее. Какие-то разъемы были поменены, потому как в силу возраста они уже устали, полопались, потрескались, поломались пинчики, соответственно, где-то они закорродировали со временем. Естественно, все это было поставлено новые пинчики. Ну, разъемчики, конечно, я вам честно скажу, какие-то новые, какие-то не новые сами разъемы, но целые, хорошие и будут долго работать. В последних комментариях, которые я читал, возникали вопросы по поводу автоматики включения ближнего света. Кто-то справедливо говорил, что иногда бывают такие ситуации, когда необходимо выключить фары при работающем двигателе. Якобы там светит в окна первого этажа, еще чего-то, еще чего-то, но если в окна первого этажа светят фары, значит фары не отрегулированы, значит они слишком высоко светят. Мы свои фары отрегулировали, они у нас светят так, как положено, по ГОСТу, все хорошо. Фары отрегулировали, они у нас светят так, как положено, по ГОСТу. Может быть, в 4 часа утра выезжает на работу, не хочет никого пугать светом. Для этого предусмотрена у нас опция отключения фар, так называемый американский вариант. То есть двигатель завели, фары включились. Но если надо их выключить, мы просто поднимаем ручной тормоз, и фары гаснут. Можно было поставить какую-нибудь кнопочку, просто вот-вот включил-выключил, но поверьте опыту, люди будут забывать включать эту кнопочку. Вот он выключил ее на стояночке и поехал, а включить забыл. Тут же инспектор, тут же чик, тут же штраф. Поэтому у нас все, грубо говоря, сделано в автоматическом режиме. Ручник поднял, фары погасли, ручник опустил, с ручником же никто не поедет. Ручник опустил, фары загорелись, можно ехать, никаких вопросов не возникает. 24 марта, 13 часов по Москве, мы выйдем в прямой эфир на канале Евроавто. И разыграем гольфа. Мы заводим автомобиль. У нас фары включились. Теперь, если необходимо фары погасить, на прогреве еще где-нибудь во дворе в темном, мы поднимаем ручник, у нас фары гаснут. Ручничок поднят, лампочка горит, то есть мы не забудем его снять с ручника, фары не горят. Начинаем движение, снимаем с ручника, все, поехали, фары загорелись, можно ехать. Ну, самое сложное, это как раз соединить проводку Сеата с проводкой Гольфа. Вымерить все эти размеры, чтобы нигде ничего не висело, чтобы не было нигде ничего натянуто. То есть тут надо не только со схемами работать, тут надо работать со схемами, с паяльником, с термоусадкой, с изолентой, с рулеткой, опять же. Потому что, ну, нехорошо, когда провода натянуты. Должна быть свобода обязательно проводки, большая-небольшая, но должна быть, потому что двигатель под капотом прыгает, не зря он там на резиновых подушках. Вот. И чтобы не было, чтобы провода не натягивались, не провисали. Все это надо вымерять, все это надо соединять. Причем соединять желательно в таких местах, где проводка не будет неподвижной, где она стоит неподвижной. Там, где не будет вибрационных нагрузок. Что касается фар головного света, у нас тут, как видите, их четыре фары. Внутренние фары подключены к дальнему свету. Были опции именно так, именно так включались фары внутренние, но можно было и включить через выключатель противотуманного света. То есть отдельно под капотом находится специально обученный разъемчик, куда втыкается дополнительный жгут по проводу. Но мы решили сделать внутренние фары именно к дальнему свету, как чаще всего это и происходит. У нас еще предусмотрено включение дополнительных фар. Они есть. Будущий владелец захочет их поставить, не захочет – не поставит. Но у нас сделана проводка для навесных фар. То есть болт он фары прикрутил, разъемчик воткнул, клавишу нажал – все работает. Подключены они как раз на клавишу противотуманных фонарей. Были еще опции. Это уже на автомобилях после 90-го года с широким бампером. Вот здесь вот внизу стояли противотуманные фары. Можно было поставить. Это заводское исполнение. И для этого тоже предусмотрена проводка во втором гольфе. Дополнительный жгутик. Разъемчик вставляется и используется все по штату. Возможна установка противотуманных фар и на машины с узким бампером. Фирма «Хела» делает такие фары. Причем в заводском исполнении крепятся они на кронштейн крепления бампера. Специально предусмотрены, специально разработаны. Именно под данную конкретную модель. Разъемы, кронштейны, крепления. Все прикрутил, подключил, поехал. Все хорошо, все замечательно. Такого не было. Благо, уж что-что. А второго гольфа я знаю просто наизусть. Ни один гольф уже разобран, собран. Отремонтированы проводки и так далее. Я вот на своем гольфике езжу 15 лет. 15 лет у меня проводку я как сделал, так она вот работает, так она стоит. Добавил там целую кучу тоже опций. Фары сами включаются, и с ручником гаснут. И подсветку внутренних ручек себе сделал. И подсветку щитка приборов светодиодную. Причем регулируется она штатным регулятором. Все хорошо, гаснет и включается. В процессе работы, во время работы, подвернулся мне вариантик. Приобрел я еще одного второго гольфа, которого сейчас привожу в порядок. Все-таки и техосмотр надо пройти перед постановкой на учет и так далее. За 35 лет, к сожалению, устал кузов уже настолько, что вкладываться в него я не вижу целесообразным. Нашел я второго гольфика с приличным кузовом. Там двигатель РП стоит, коробка автомат, все как я хотел. Вот сейчас занимаюсь, приведу в порядок, и будет у меня другой гольфик. И опять это гольф 2. Ну, люблю я эту машину. Это замечательный автомобиль. Выполняет свои функции от А до Я. У меня надежный, у меня вот за 15 лет работы, я ни разу на веревке на работу не приехал или там в ремонт куда-то. Машина работает, в любой мороз заводится. На юг ездили два раза на нем с семьей. В Беларусь ездили в отпуск. И я совершенно не боялся таких длинных перегонов по 3-4 тысячи километров. Не проблема совершенно. Прекрасно, машина замечательная. Стоит на дороге как родная. В общем, никаких у меня нареканий ко второму гольфу нет. Немцы все-таки делали автомобили просто замечательные. Спасибо, что были с нами. С вами был электрик Иван. Надеюсь, до следующих встреч. Еще раз, 24 марта, 13 часов по Москве, мы выйдем в прямой эфир на канале Евроавто. И разыграем гольфа. Удачи всем. До встречи в прямом эфире. Морковку надо? Я могу вытащить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова